Если бы я вызываю полицию сейчас, ну что вы строились здесь? Так вызывайте, вызывайте. Так съемочную группу Первого Ярославского встретил генеральный директор компании ЯрАвтодор. Не желая решать вопросы своими уже бывшими сотрудниками и отвечать на вопросы журналистов, Роман Гаспарян спешно удалился. Иностранные граждане из Узбекистана работали на данном предприятии полгода, а кто и более. И вот уже три месяца они не получают заработную плату, как они считают за свой качественный и добросовестный труд. Языковой барьер стал главным препятствием в поиске правды. Всего около ворот предприятия собралось около 40 человек. Прибыли в Ярославль на заработки. У каждого на руках свидетельство о временной регистрации и трудовой договор. Однако добиться от начальства оплаты своего труда они не могут. Здесь не собрались, мы здесь работали. Кто-то год работает здесь, это 8 месяцев. Я уже третий год здесь работал. Сколько времени вам не платят зарплату здесь? Ну это третий месяц зарплату, потом так и получаем. В среднем зарплата 25 тысяч рублей в месяц. Итого 75 тысяч рублей за период неоплаты ждет каждый из них от руководства. Однако те не желают даже с ними разговаривать. Через какое-то время ответ все же последовал. Данные люди были у нас трудоустроены, работали в сезон. Получили расчет. Кто-то согласен, кто-то не согласен. То, что они говорят, как бы, они мог быть, часть из них может быть недовольна, но это, опять же, их право говорить. Трудовые договора с ними прекращены, и они, как бы, ну, уволены. Уволились. Однако сами рабочие говорят, что их все же уволили. Посугубляется ситуация и тем, что жили рабочие на территории дорожной компании. Сейчас им некуда пойти. Они сидят на своих вещах за воротами и ждут хоть какой-то помощи. Мы обратились в трудовую инспекцию, чтобы помочь гражданам Узбекистана. Работники, либо бывшие работники Яра Автодора, которые к вам обратились, имеют право обратиться в инспекцию труда. Для этого им нужны документы, удостоверяющие личность и документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с данным предприятием. Перед самым выходом сюжета в эфир с нами на связь по телефону все же вышел генеральный директор компании Яра Автодор Рабан Гаспарян. В принципе, как мы уже дальше разобрались, были люди недовольны тем, что кто-то говорил, что зарплата у кого-то не выдана, там кого-то там урезали, у кого-то там еще что-то. Вот это вот мы наблюдали сегодня. Я дал уже такое задание бухгалтере разобраться с этой ситуацией, с этими людьми, которые вот подошли, составили список, в чем их там обидели. Тем не менее, работники намерены обратиться в инспекцию труда и прокуратуру Дзержинского района, чтобы до конца отстоять свои права. Алена Лисенкова, Денис Ромашов. День в событиях.